Ричард Ивлин Бёрд известен широкому кругу людей как полярный лётчик, первооткрыватель, исследователь и путешественник. Известность пришла к нему после 28 ноября 1929 года, когда он совершил перелёт над Южным полюсом. Ричард Бёрд к тому времени уже имел опыт двух рекордных полётов – над Северным полюсом в 1926 году и через Атлантический океан из Нью-Йорка к побережью Нормандии в 1927 году. После этого Ричард Бёрд ещё четыре раза бывал в антарктических экспедициях, включая довольно странную операцию ВМФ США под названием «Высокий прыжок», породившую множество слухов о летающих дисках, атаковавших американский флот из-под воды у берегов Антарктиды. Последняя экспедиция с его участием состоялась в 1956 году, а 11 июня 1957 года адмирал Ричард Бёрд умер в своём доме в Бостоне. Однако, кроме слухов об операции «Высокий прыжок» 1946 года, в которой флот США потерял несколько боевых кораблей и десятки истребителей в бою с неизвестным противником, за именем Ричарда Бёрда закрепилась ещё одна тайна. Он оставил после своей смерти дневник с любопытными подробностями экспедиции 1947 года, не вошедшими в официальные отчёты. И, возможно, вошедшими в отчёты с грифом «Совершенно секретно». В этих записях говорится о том, что во время перелёта через Северный полюс в 1947 году самолёт Бёрда оказался на обратной стороне Земли. После смерти адмирала Бёрда эти записи, написанные им в 1956 году в личном дневнике, стали достоянием общественности. Трудно сказать, являются ли они подлинными, указанная дата вылета почти совпадает с датой возвращения Бёрда из антарктической экспедиции «Высокий прыжок», и Бёрд должен был ещё долгое время провести в Пентагоне, отчитываясь об операции. В общедоступных списках полярных экспедиций перелёт в феврале 1947 года не значится. Возможно, Ричард Бёрд, писавший эти строки уже перед самой смертью, исказил какие-то подробности. Или тот полёт не вошёл в официальные списки из соображений секретности. Точно сказать нельзя. Может даже быть, что написанное просто рассказ, но основанный на том, что Бёрд видел в своей первой полярной экспедиции 1926 года, с которой тоже не всё ясно. Дневник того перелёта, официальный документ, был подвергнут под чистки и позднее даже признан сфальсифицированным. А реально происходившие события в него не попали. А это рождает вопрос, что же видел Бёрд в том полёте в 1926 году на самом деле. Текст дневника нельзя считать неопровержимым доказательством существования полой Земли. Однако он является ещё одним косвенным доказательством этого. Любопытная подробность. В дневнике Бёрд пишет, что попав на обратную сторону Земли, видит мамонта. Русский писатель, академик Владимир Афанасьевич Обручев в своей книге «Плутония» также описывает мамонтов, населяющих область входа на обратную сторону Земли. Я пишу этот дневник в тайне и не до конца всё понимая. Он относится к моему арктическому полёту 19 февраля 1947 года. Приходит время, когда неизбежность истины затмевает рациональность. Я не вправе раскрывать следующую документацию на момент описания. Может быть, она никогда не откроется для широкой общественности. Но мой долг записать здесь всё, чтобы это было однажды прочитано. Бортовой журнал. Арктическая база. 19 февраля 1947 года. 6.00. Все приготовления для нашего полёта на север завершены, и мы отрываемся от Земли в 6.10 с полными паками горючего. 6.20. Топливо-воздушная смесь в правом двигателе слишком насыщенная. Выполнили регулировку, и теперь двигатели работают хорошо. 7.30. Радиоконтакт с базой. Всё в порядке, и радиосигнал хороший. 7.40. Заметил небольшую утечку масла в правом двигателе. Однако индикатор давления масла показывает, что всё в норме. 8.00. Небольшая турбулентность отмечена в восточном направлении на высоте 2321 фут. Изменили высоту до 1700 футов. Больше турбулентность не наблюдается, но хвостовой ветер усиливается. Небольшие регулировки дросселя, и сейчас самолёт управляется отлично. 8.15. Радиоконтакт с базой. Всё в норме. 8.30. Снова турбулентность. Поднялись до 2900 футов. 9.10. Бескрайний лёд и снег внизу. Отмечаются области, окрашенные в желтоватый цвет. Меняем курс для лучшего изучения этих областей. Замечаем красноватые пурпурные области. Делаем два круга над этими местами, и возвращаемся на курс. Радиоконтакт с базой. Сверяем местоположение, и передаём информацию об окрашенном снеге и льде под нами. 9.10. Магнитный и гирокомпас перестают раскачиваться и вращаются так, что мы не можем держать курс по приборам. Используем солнечный компас, так как он позволяет держать курс. Самолёт достаточно тяжело управляется, хотя обледенение фюзеляжа не наблюдается. 9.15. В отдалении нечто напоминающее горы. 9.49. Спустя 29 минут мы убедились, что это действительно горы. Это небольшой горный хребет, который я никогда не видел. 9.55. Изменяем высоту до 2950 футов, так как снова наблюдаем сильную турбулентность. 10.00. Мы пролетаем над небольшим горным хребтом, всё ещё двигаясь на север, так точно, как это может быть установлено. Помимо горного хребта мы видим небольшую поляну с рекой или ручьём посередине, но ведь под нами не может быть зелёной поляны. Здесь что-то определённо не так. Мы должны быть надо льдом и снегом. По левому борту мы видим лес, растущий на склонах гор. Наши навигационные инструменты всё ещё вращаются, гироскоп раскачивается вперёд-назад. 10.05. Я изменяю высоту до 1400 футов и закладываю крутой левый крен для того, чтобы рассмотреть поляну под нами. Она зелёная, либо из-за мха, либо из-за плотно сплетённой травы. Свет здесь кажется другим. Я больше не вижу солнца. Мы делаем ещё один левый разворот и замечаем нечто вроде большого животного под нами. Похоже, что это слон. Нет, он больше похож на мамонта. Невероятно, но тем не менее это так. Мы снижаемся до 1000 футов и я достаю бинокль для того, чтобы лучше рассмотреть животное. Теперь я убедился. Это определённо животное вроде мамонта. Сообщаем это на базу. 10.30. Обнаруживаем больше зелёных холмов. Индикатор температуры за бортом показывает 74 градуса по Фаренгейту. Это плюс 23 градуса по Цельсию. Продолжаем двигаться на север. Навигационные приборы сейчас в норме. Я озадачен их поведением. Пытаемся выйти на радиоконтакт с базой. Радио не функционирует. 11.30. Земля под нами более ровная и нормальная, если можно её так назвать. Впереди мы замечаем нечто похожее на город. Невероятно. Самолёт кажется странно лёгким. Управление не реагирует. Господи, по бокам от наших крыльев странного типа летательные аппараты. Они летят вдоль, быстро приближаясь. Они напоминают по форме диск. Сейчас они достаточно близко, чтобы увидеть маркировку на них. Это свастика. Где же мы? Что же произошло? Я пытаюсь потянуть на себя штурвал. Никакой реакции. Мы пойманы в нечто вроде невидимых тисков. 11.35. Наше радио начинает трещать и слышится голос на английском с небольшим скандинавским или немецким акцентом. Адмирал, добро пожаловать на нашу территорию. Мы приземлим вас ровно через 7 минут. Расслабьтесь, адмирал. Вы в надёжных руках. Я заметил, как двигатели нашего самолёта остановились. Самолёт под каким-то непонятным контролем и сейчас сам совершает поворот. Управление бесполезно. 11.40. Ещё одно радиосообщение получено. Мы начинаем процесс посадки. И через некоторое время самолёт начинает немного дрожать и снижаться так, как будто находится на невидимом подъёмнике. Мы снижаемся очень плавно и касаемся земли лишь с небольшим толчком. 11.45. Я делаю последнюю поспешную запись обортовой журнал. Несколько мужчин пешком приближаются к нашему самолёту. Они высокие, со светлыми волосами. В отдалении большой город, пульсирующий и мерцающий всеми цветами радуги. Я не знаю, что сейчас произойдёт, но я не вижу оружия у тех, кто приближается. Я слышу голос, обращающийся ко мне по имени, чтобы я открыл дверь грузового отсека. Я выполняю. Конец журнала. С этого момента я описываю все события по памяти. Описанное ниже не поддаётся воображению и будет выглядеть полным бредом, если бы это не произошло на самом деле. Радисты и меня вывели из самолёта, но обходились с нами очень тепло и уважительно. Далее мы взошли в некое транспортное средство, напоминающее платформу, но без колёс. Она понесла нас к мерцающему городу с большой скоростью. По мере приближения создавалось впечатление, что город был сделан из какого-то материала, напоминающего хрусталь. Вскоре мы прибыли к большому зданию, подобных которому я ни разу в жизни не видел. По архитектуре оно напоминало работы Фрэнка Ллойда Райта. Примечания. Американский архитектор, известный необычными проектами вроде Falling Water или Solomon Museum. Или даже фантастические новеллы про Бака Роджерса. Примечания. Герой американских фантастических новелл. Нам дали какие-то тёплые напитки по вкусу, не напоминающие ничего, что я пробовал до этого. Восхитительно. Примерно через 10 минут появились наши необычные сопровождающие и сказали, что я должен проследовать с ними. Мне не оставалось ничего, кроме как согласиться. Я оставил своего радиста и спустя некоторое время мы зашли в нечто напоминающее лифт. Мы спускались какое-то время, после чего кабина остановилась и дверь беззвучно поднялась вверх. Дальше мы пошли по коридору с залитым розовым светом, исходившим, кажется, прямо из самих стен. Один из наших сопровождающих жестом попросил остановиться перед большой дверью. На двери были нанесены какие-то знаки, которых я не мог понять. Большая дверь бесшумно открылась и мне предложили пройти внутрь. Один из сопровождающих сказал, не бойтесь, адмирал, вас примет хозяин. Я захожу внутрь и вижу яркий необычный свет, заполняющий все помещение. После того, как глаза привыкают к свету, я замечаю то, что меня окружает. То, что я увидел, было самым прекрасным из всего, что я видел в жизни. Это было слишком прекрасно, чтобы я мог это как-то описать. Это тонко и изысканно. Я думаю, что не существует слов, чтобы описать это со всей точностью и правдоподобностью. Мои мысли были мягко прерваны теплым мелодичным голосом. Я приветствую вас на нашей земле, адмирал. Я вижу человека в возрасте, с приятными чертами лица. Он сидит за большим столом, движением он предложил мне сесть на один из стульев. После того, как я сел, он свел пальцы рук вместе и улыбнулся. Он продолжает говорить мягким голосом и передает ниже следующее. Мы позволили вам попасть сюда потому, что вы благородный человек и хорошо известны на поверхности земли, адмирал. В поверхности земли у меня перехватило дыхание. Да, ответил хозяин с улыбкой. Вы в землях Ариании, внутреннего мира земли. Мы не отнимем много времени от вашей миссии и в целости и сохранности вернем на поверхность земли на некоторые расстояния. Но теперь, адмирал, я должен объяснить вам, почему вы здесь. Мы стали наблюдать за вашей расой сразу после того, как взорвались первые атомные бомбы в Хиросиме и Нагасаки в Японии. Именно в это неспокойное время мы в первый раз отправили наши летательные аппараты в ваш мир на поверхности с целью узнать, что у вас произошло. Конечно, сейчас это в прошлом, мой дорогой адмирал, но я должен продолжить. Видите ли, мы никогда раньше не вмешивались в жестокость войны вашей расы, но сейчас мы обязаны это сделать, так как вы научились обращаться с одной силой, которая не для человека. Я говорю о ядерной энергии. Наши посланники уже доставили сообщение державам вашего мира, но те пока не прислушались. Сегодня вы были выбраны быть свидетелем того, что наш мир действительно существует. Как видите, наша культура и наука на много тысяч лет обгоняет вашу, адмирал. Я перебил. Но как это может быть связано со мной, сэр? Показалось, что глаза хозяина проникли в мой разум, и после некоторой паузы он продолжил. Ваша раса достигла точки невозвращения, так как среди вас есть такие, которые скорее уничтожат весь ваш мир, чем откажутся от своей силы. Так как они знают о ней, я кивнул, и хозяин продолжал. В 1945 и позже мы пытались выйти на контакт с вашей расой, но наши попытки были встречены враждебностью. Наши летательные аппараты были обстреляны. Да, даже преследовались вашими истребителями с целью уничтожить. Поэтому сейчас, сын мой, я сообщаю, что в вашем мире собирается большая буря, черная ярость, которая не исчерпает себя за много лет. В вашем оружии не будет ответа. Ваша наука не защитит вас. Буря может бушевать до тех пор, пока не будет растоптан каждый цветок вашей культуры. Пока вся человечность не будет затоптана в бескрайний хаос. Ваша последняя война была лишь прелюдией того, через что придется пройти вашей расе. Мы здесь видим все четче с каждым часом. Вы считаете, что я ошибаюсь? Нет, ответил я. Это уже случалось раньше. Наступали темные века и они длились более 500 лет. Да, мой сын, ответил хозяин. Темные века, которые придут сейчас, покроют землю темной пеленой. Но я верю, что некоторые из вашей расы переживут эту бурю. Ничего больше я не могу сказать. Вдали мы видим новый мир, возрождающийся на руинах вашей расы, ищущий потерянные легендарные сокровища, и они будут здесь, сын мой, у нас на хранении. Когда это время придет, мы снова выйдем, чтобы помочь вам возродить вашу расу и культуру. Может быть, к тому времени вы осознаете бессмысленность войн и соперничества, и может быть, после этого некоторые части вашей культуры и науки будут возвращены вам, чтобы начать все заново. Теперь, сын мой, нужно вернуться в мир на поверхность с этим посланием. С этими словами наша встреча, похоже, подошла к концу. Я стоял некоторое время, как во сне, и тем не менее я знал, что это было реальностью, и по какой-то странной причине я слегка поклонился, то ли из уважения, то ли из смирения, я так и не понял из-за чего. Неожиданно я снова заметил, что двое моих сопровождающих стояли рядом со мной. «Пройдемте, адмирал», – сказал один из них. Перед тем, как уйти, я еще раз посмотрел на хозяин. По его мудрому лицу проскользнула улыбка, и он сказал «Прощай, сын мой», и помахал мне рукой в знак мира, и наша встреча была на этом окончена. Мы быстро вышли из больших дверей помещения хозяина и снова зашли в лифт. Дверь тихо опустилась, и мы сразу поехали вверх. Один из моих сопровождающих сказал «Теперь мы должны поторопиться, адмирал. Хозяин не хочет больше вас задерживать, и вы должны вернуться с этим сообщением к вашей расе». Я промолчал. Все это было совершенно невероятно, но снова мои мысли были прерваны, когда мы остановились. Я зашел в комнату и оказался снова рядом со своим радистом. У него было озабоченное выражение лица. Я подошел и сказал «Все в порядке», «Ой, все в порядке». Двое сопровождающих проводили нас к ожидающему транспортному средству, и вскоре мы были снова рядом с нашим самолетом. Двигатели были выключены, и мы немедленно прошли на борт. Весь воздух вокруг теперь был пропитан ощущением срочности. Как только закрылась дверь грузового отсека, самолет стал подниматься в воздух невидимой силой, пока мы не достигли высоты 2700 футов. Два летательных аппарата по сторонам сопровождали нас по пути обратно. Два летательных аппарата по сторонам сопровождали нас на пути обратно. Здесь я должен заметить, что индикатор скорости показывал, что мы не движемся, хотя на самом деле мы двигались с очень высокой скоростью. 14.15. Пришло радиосообщение. Мы покидаем вас сейчас, адмирал. Ваше управление снова работает. Мы некоторое время смотрели, как их летательные аппараты исчезали в бледном голубом небе. Самолет неожиданно тряхнул, так будто он попал в воздушную яму. Мы быстро выровняли самолет. Мы некоторое время молчали, каждый думал о своем. Запись в бортовом журнале продолжается. 14.20. Мы снова находимся над обширными площадями льда и снега. Мы выходим на радиоконтакт. Мы сообщаем, что все в норме. База сообщает об облегчении из-за того, что мы снова на связи. 15.00. Мы мягко приземляемся на базе. У меня есть миссия. Конец записи в бортовом журнале. 11 марта 1947 года я только что присутствовал на совещании сотрудников в Пентагоне. Я полностью сообщил о своем открытии и сообщении от хозяина. Все было должным образом записано. Об этом было доложено президенту. Сейчас я несколько часов нахожусь под стражей. 6 часов 39 минут, если быть точным. Я был внимательно опрошен сотрудниками службы безопасности и командой врачей. Это было испытанием. Я помещен под жесткий контроль Национальной службы безопасности США. Мне приказано молчать относительно всего, что я узнал. Мне напомнили, что я военный и должен подчиняться приказам. 30 декабря 1956 года последняя запись. Последние несколько лет с 1947 года не были легкими. Сейчас я хочу сделать свою последнюю запись в этом дневнике. В заключение я хотел бы сказать, что я верно хранил эту тайну все эти годы. Это было против моего желания и моих ценностей. Сейчас я чувствую, что мои дни сочтены. Однако эта тайна не уйдет со мной в могилу, а как любая истина рано или поздно восторжествует. Это может оказаться единственной надеждой человечества. Я видел правду, и она укрепила мой дух и освободила меня. Я отдал должное чудовищной машине военно-промышленного комплекса. Сейчас приближается длинная ночь, но это будет не конец. Как только длинная арктическая ночь закончится, ослепительный бриллиант истины заблестает. И те, кто во тьме, утонут в его свете. Потому что я видел ту землю за полюсом. Это центр великого неизведанного. Благодарю за просмотр. Если видео вам понравилось, ставьте палец вверх, делитесь им с друзьями, а также подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокол, чтобы получать уведомления о новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...